Исцеление горьких вод Исцеление горьких и испорченных вод Я хочу закончить эту тему сегодня, поэтому я буду довольно быстро проходить. Горькие и испорченные воды нужно убрать, иначе они убьют тебя. Многие люди думают, я убегу. Бесполезно. Борьба не против видимых обстоятельств. За этим стоит дух. Если убегать от обстоятельства, и ты думаешь, что ты решил вопрос, это самообман. За проблемы стояли не обстоятельства, а дух. А дух-то пойдет за тобою. Это как муж и жена решили, что дома они ссорятся. Они решили, давайте поехали с тобою в отпуск на море. И там этот дух ссора с нами не будет. Они решили, что дух ссора находится в доме. Уехали на море, подрались в первый же день в пятизвездочной гостинице. И жена говорит, как это? Дух за нами пришел. Вот никогда не надо убегать, надо решать. Потому что убегать ты ничего не сделал. Ты только обманул себя. Потому что дух за тобой пойдет. Оно никуда не уйдет. Поэтому заметьте, если убежать, то мы рождаем поражение в жизни. Нужно прочистить горькие воды. Я считаю, что сегодняшняя часть учения супер важна. Ну, я понимаю, что вы мне скажете, пастор, ты всегда так говоришь. Ну да. В принципе, если я не буду хвалить свою проповедь, кто будет? Есть пару человек в церкви, которые напишут мне, спасибо за учение. А в общем, своего людей нет. Поэтому я понял, что надо сам восторгаться тем, что я проповедую. Почему? Потому что Бог в восторге. Вот. Вы представляете, что Бог в восторге от этого. Поэтому я тоже в восторге. Но я сегодня говорю по факту. Важное учение. Вы еще со мною? Вы маскируетесь так сильно в масках, что вообще? Четвертая книга царства, вторая глава. Мы начали решать и очищать горькие воды. И мы сегодня продолжим. Четвертое царство, вторая глава, 19 стих под 22. «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошее, как видит Господин мой, но вода нехорошая и земля бесплодна». То есть какая-то река текла, которая вообще портила все. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли. Бог ему открыл, как решать вопрос. И вам не надо везде искать новую чашу. Бог даст вам вашу новую чашу. И дали ему. «И вышел он к истоку воды, к началу, там, где источник, откуда все идет, и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровой, не будет от нее впредь ни смерти и ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Вот мне нравится, как Елисей поступил. В принципе, он так же поступил, как Моисей. Вы помните, мы в прошлый раз изучали, как Моисей принес исцеление в воду, в мире. Вот Елисей почти то же самое. Единственное, тут есть детали дополнительные, которые мне очень нравятся. Елисей – один из моих любимых пророков. Вот я люблю Илью, он великий человек. Но Елисей, мне нравится его, он похож на ученый, на инженера. Нет много феверек вокруг того, что он делает. Он быстро раз-два и ушел. Раз-два и ушел. А Илья там бегает при колеснице, он должен целый театр. Но молодец Илья, мне нравится его театрализованный подход. Это два человека были разные. Один инженер, хотя он работал у папы на поле, а второй театрализованный такой. Но в любом случае, Елисей говорит, он вышел к истоку, откуда вода. Для исцеления горьких вод нужно всегда найти, откуда, когда и как эта вода вошла в мою жизнь. Обычно христиане имеют, так, как называются болезни потери памяти? Ну, забыть. Амнезия. У христиан есть амнезия. Они только помнят последний болевой момент. Они вот такие. Болезнь началась 40 лет тому назад, но подрались с кем-то 5 лет тому назад. И они говорят, вся проблема началась 5 лет тому назад. Ничего подобного. Вот эта амнезия делает, чтобы христиане били там, где нечего бить. Ваша проблема порой началась давненько. Давненько я не собирался, я собирался сказать, давно. Давно. Но из-за того, что последняя, самая запоминающаяся битва последняя была 5 лет тому назад, вы думаете, что все проблемы с 5 лет тому назад. Вот я часто, когда общаюсь с людьми, у них проблема. Они обычно останавливаются на последнее, которое произошло у них в жизни, вот вокруг него. Я говорю, что вы тратите время? Не оттуда проблема. Вы видите, что вы пришли в эти точки уже с проблемой. Давайте вернемся назад. Заметите, не позволяй амнезию мешать тебе найти источнику проблемы. Это как человек уходит замуж, и потом у него возникают проблемы в 10-м году замужество. И знаете, что она решает? За все виноват муж. Хотя проблема еще со второго класса. Вот эта амнезия мешает нам находить настоящий источник. Этот муж и эта жена, они жертвы ваших горьких вод, которые вы принесли в эту семью. Поэтому, когда вы женитесь, ходите замуж, не женитесь просто потому, что красивая юбка или серебряные очки. Проверьте, нету ли горьких вод. Потому что вы берете в жизни не просто человека. Вы берете человека со всеми горькими, испорченными водами в ее жизни или в его жизни. Поэтому, к этому нужно относиться с духовно открытыми глазами. Аминь. Галя, пастор Галина, прямо аж посмотрел, подумал и поразмышлял. Вы прямо аж через маску и очки стали такая серьезная, что все видно. Я сочувствую пасторам, женщинам. Им нелегко. Если мне нелегко, что же говорить о женщинах? Хотя у вас город хороший, красивый. Я сколько себе в жизни повторю, надо заехать в Богославу. Не обязательно к вам на собрание. Там же есть пейзажи, вот эти горькие местности. Я хочу это видеть. Я видел его, когда я еще был студентом давно. Нарушил пересечение границы, попал туда. Интересное место Богослава. Вот, поэтому заметите, что вы подслушаете наши личные разговоры. Вас не касается. Вот. Поэтому вот смотрите. Это я пытаюсь поддерживать пастора Галина. Просто я вижу, что груз. Груз. Ну, она пастор церкви победит. Если не я не поддерживаю, кто же поддержит? Вы же в зависть, ревность, конкуренции. Вы ей не поможете. Поэтому я ей помогаю. Вот. Поэтому пастора Галина, все будет окей. Вот. Возвращаемся. Я вот хочу пройти детально, быстро. Я не буду особо на вас обращать внимание. Я просто буду как радио передать свою информацию. А кто словил, тот словил. Возвращаемся. Поэтому, заметьте. Елисей, он нашел источник. То есть, то ли горкая вода в семье, найди источник. Или в твоей жизни, найди источник. Я вам скажу, по опыту служения, 95% проблемы, которые в семьях, горкая, испорченная вода принесли из своего прошлого. Особенно, если связано с такими вещами, как внутренние ущемленности, чувство недостаточности и какой-то напуганности. И которые маскируются контролем или чем-то еще. Ой, мне как-то одним фразой. Я так цели мира объехал. Поэтому, заметьте, что это все бывает рождено раньше. Гораздо раньше. И поэтому, то, что обвиняете мужа, надо было, если вы идете разводиться, не сказать, мой муж, у нас не, у нас проблемы. Надо сказать, я принес горячую, мы принесли горкую воду в эту семью, и горькую воду мы не смогли прочистить. И все, что там происходило, это было плод, проявление горьких вод. Но, опять же, из-за появления горьких вод не надо разбегаться, надо решать. Потому что, если не решишь, ты рождаешь поражение в своей жизни. Вот, поэтому так и в жизни, так и в бизнесе, так и в служении. Вы знаете, как иногда в служении или в бизнесе? Ты берешь кого-то на работу или в служении, или в бизнесе, неважно. И этот человек принес такие горькие воды, что компания начинает разваливаться с того момента. Ты с каким-то клиентом вошел в сотрудничество, и с того момента все твои беды начались. Из-за человека, которого тебе не стоило привлечь. И что интересно, когда ты привлекаешь таких людей, иногда не сможешь больше никогда исправить то, что ты испортил через этого человека. Никогда. Вопрос закрывается навсегда. Горькие воды. Поэтому, замерите, Елисей нашел источник. Где начало? Где? Вопрос найти, где начало, важный. Мне нравится, как об этом пытается нам объяснять Исаия, пророк. И среди пророков, Елисей пророк, но он одного вида пророка. Исаия пророк информационный. Ну, не только. Но Исаия один из главных пророков. То есть, срок его службы очень длинный. Иеремия 2. Исаия очень точный пророк. 30-43 главы. Он был из священников. Поэтому он так был. Он очень много связан с Иисусом говорил. Другие пророки, кто был фермером, там Елисей вообще на поле. А этот был священником. Он был из храма. Поэтому он знал дело храмское. Вот. Исаия 43, 25 по 26. Слушайте внимательно. Я, я сам изглаживаю преступления твои. Горку и воду Богу уберет. Ради себя самого. И грехов твои не помяну. Пока я не прочту 26 стих, чтобы вы заметили. Бог заинтересован в нашем благосостоянии. Не только ради нас, но ради самого себя. Скажите со мной. Бог желает, чтобы у меня все было хорошо. Ради Него самого. Потому что Его имя именуется на вас. Ваше поражение не ставит Бога в хорошем свете. Когда Бог уже позволяет, чтобы вы уничтожились. Это значит, вы перегибали палку настолько, что Он уже решил, ладно уже. Вот Он говорит, я сам изглаживаю. Сглаживаю я преступление. То, что Он сделал через Иисуса Христа. Пришел Иисус на землю, чтобы сглаживать наши преступления. Чтобы убрать наши грехи. Чтобы больше не помнить. Так, а если в жизни, если есть горькие воды, как к этому соотноситься? 26 стих. Вот Бог говорит, я готов. Я исцелю твои воды. Я уберу все проблемы. Только одна просьба. Говори ты. Будем судиться. Бог разрешает каждому из нас прийти к Нему на судилище. Это суд, который не последний суд. Это суд связан с твоей жизнью. Вау, мне так это, аж весомо внутри меня. Бог разрешает мне прийти перед престолом и судимся, чтобы очистить мою жизнь от горьких вод. И он говорит, во время суды, Бог говорит, я молчу. Говори ты, чтобы оправдаться. Вы представляете, если тебе дали право говорить, чтобы оправдаться, я вам скажу, я бы так много говорил, как женщину. Так, ну ладно. Простите. Я бы так много говорил, как ребенок. Я бы не молчал, пока Бог не скажет, ладно, мы уже все почистили. Не надо, когда Бог предлагает. Например, не имейте, потому что не просите. Вы знаете, почему многие люди не уважают просьба просить Бога? Потому что они не видят Божью динамику. Они хотят просить, чтобы видеть, Бог, дай мне мерседес, через пять минут падает. Нет. Но если ты попросил у Бога, Бог запускает процесс, и все, что ты просил, уже идет. Не бойся просить больших дел у Бога. Даже неверующие люди об этом знают. Это я недавно слушал одного американца. Он верующий такой номиналный. И он говорит, не имейте, потому что вы не просите. Он говорит, я Бога не знаю до конца. Он еще нецензурные слова использует. Он говорит, ну я это помню в воскресной школе. Он говорит, я сидел перед Богом, пьяный. И сказал, Бог, прошу. И вы знаете, что интересно? Бог ему ответил. И он неверующий бегает по всему миру, говорит людям, не имеешь, потому что не просишь. А мы, его дети, боимся просить. Научись просить. Много, широко, вообще. Кто-то сказал, что может быть больше, чем большое. Я сказал, вообще. Много. Вот. Надо учиться просить у Бога много. Про ваших детей просите много. Сирик, вот просите много про ваших детей. Много. Смело. Да. Вот. Просите смело. Вика. Проси смело. Вообще-то добавь смелость чуть-чуть в жизни. Много чего изменится у тебя. Что это я делаю? Я как-то отвлекся. Лена, ты уже и так масштабная внутри. Англия тебя испортила. Теперь начинай все, что у тебя много внутри. Рискуй и делай. Рискуй и делай. Ты просто не представляешь, что Бог очень много чего ждет, но ждет он твои риски, чтобы ты рискнул и делал. Но в любом случае, проси много. Скажите аминь. Аллилуйя. 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 Проси. По всей дороге пройтись. Господь. И вот было это. А. А здесь вот, Господь. Я украл чужой микрофон. Прости, Господь. Вот, когда ты идешь с Богом по пути, не надо просто быть историком. Пройдись. Где-то тебе придется каяться. Где-то тебе придется просить прощения. Но пройди с Ним честно проходи. Вот, Господь, вот муж сказал, вари мне борщ. А я не сделал. А я подумал, что я имею право. Но теперь смотрю назад, что, наверное, я была не права. Прости, Господь. Что ты сделал? Ты очистил горькие воды, связанно с тем вечером, когда ты должен был борщ варить. И последствия от того начинают исцеляться. Вот, если ты пройдешь по жизни так честно и искренне, так, чтобы не оправдаться ни перед кем, особенно вы, женщины, которые все время должны выглядеть, как будто вы эталон земли, тогда делайте, когда никого нет. Мы-то знаем, что вы не талон земли, но мы позволяем вас притворяться. Но это делайте хотя бы, когда никого нет. Чтобы вы были честными до конца. Я пастор, я имею право это говорить. Другие не имеют права. Гена, ты не имеешь права это говорить. А я имею права. Между нами разница большая. Это важно. Я это очень часто делаю. Но вам будет сложнее, знаете почему? Вам придется, если вам 40 лет, вам придется 40 лет пройтись. А я это делаю регулярно. То есть, неделя прошла, я прохожу неделю перед Богом еще раз. Удивительно, когда я прохожу перед Богом, начинаю замечать ошибки, которые я не видел. Или не думал, что это ошибка. Я был пьян в своей правоте. А вот теперь, когда я возвращаюсь, перед Богом пьянство ушло. Я вижу, я был неправ. Вот и получается. Припомни мне. Словами. Повтори. Станем судиться. Где нужно покаяния, покайся. Где нужно отречение, отрекайся. Где нужно просить у Бога, чтобы он не силил, проси. Когда ты с Богом, назови вещи, как есть. Написано. Говори ты. Бог говорит. Все, что ты получишь, зависит от тебя. Говори ты. Ты будешь молчать. О, Господи, так тебя люблю. Так присутся. Боже, я расплакал свои два часа. Ты уйдешь ни с чем. Не говорится там, плачь ты. Говори. Поплачь позже. Или сначала поплачь, потом приди, говори. Говори ты. То есть, что надо говорить во время, когда ты говоришь с Богом. Про покаяние мы уже говорили. Говори ты, чтобы оправдаться. Объясни свое положение. Найди Слово Божие. Обетование Божие. И используй обетование в этом процессе. Чтобы повернуть обратно. Да, Господь. Тут я должен был это делать. Я не сделал. Прости меня. Но Твое Слово говорит. Поэтому я прошу, согласно Твоего Слова, восстанови то, что я потерял. Возроди во мне. Верни в мою жизнь. Я прошу, вот это пусть оно вернется. Используй Слово Божие. Тут я был глупый. Я не заметил шанс. Я его пропустил, другой забрал. Но Слово Твое говорит. Начинай использовать обетование Божие. Чтобы там, где было украдено сатаной. Восстановить. Вернуть. Обетование Божие. Они живы. Они очень сильные. Они способны. Оживотворить. Того, чего нет. Или потеряно. Кто-нибудь меня слышит? Поскольку будет слушать несколько раз, я не буду подробно. Вот заметите, что мне очень нравится человек, который умел говорить, чтобы оправдаться. Царь Языкия, или Языкия, попал в очень сложные ситуации. Языкия оказался в очень... Ого. Это ситуация, в которой никому не желаешь никогда. Вот говорится, Четвертое Царство, 20 глава, с первого стиха там по 11. В те дни заболел Языкия смертельно. Я хочу, чтобы вы внимательно смотрели, как Языкия поменял ситуацию. То, что называется, говори ты, чтобы оправдаться. Говори ты, чтобы исселяться. Говори ты, чтобы освободиться. Говори ты, чтобы благословляться. Говори ты, чтобы подняться. От тебя зависит. В те дни заболел Языкия смертельно. Пришел к нему Исаия, опять мой любимый пророк. Сын Амосов, пророк, и сказал ему, он четкий, быстрый, даже многословный нет. Так говорит Господь, сделали завершение для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И он ушел. Это называется бомба. Кто говорил Бог? Через кого? Исаия. Ну, если бы через маму, не Маша, найдем кого-то такого, кого нет в церкви. Если бы пришел слово через Моша, можно, да, Моша, он иногда не слышит Бога. А Исаия? Прошу прощения. Исаия сказал, умрешь, не выздоровеешь. Так говорит Господь. Развернулся и ушел. И смотри, что делает языки. Он даже не погнался за этого Исаия. Он понял, для него Исаия. Истая, почтальон. Нечего обзывать пастора Генри. Я почтальон. Не бьют почтальона. Он вообще ни при чем. Почтальон, да, где моя пенсия? Я не знаю. Я тебя побью. Он при чем? Он при чем? Он же пенсию не дает. Мы часто бьем этого почтальона за пенсию, которую он не принес. Он не должен. Но вообще это не его функция. Он просто принес. Если ничего нет, ничего принести. Вот в жизни следите за тем, чтобы вы никогда не били почтальонов. Потому что часто, когда мы в эмоциях, бьем первопопавшийся, который с этим связан. Это чаще всего почтальон. А он вообще ни при чем. И отворотился язык я с лицом своим к стене и молился к Господу, говоря. Слушайте его разговор. О Господи! Вспомни, что я ходил перед лицем твоим верно. И с преданным тебе сердцем. И делал угодное в очах твоих. Смотрите, он поднимает аргументы свои. Он к Богу, Господь. Да, я понял, что ты сказал, что я умру. Но помни. То есть, я умру такого, как я в ближайшее время. Тем более в Израиле была такая проблема, что большинство царей делали неугодное перед Господом. И язык говорит, когда он поднимает этот вопрос, многие из вас не уловили, почему он говорит об этом, что я ходил перед тобой. Потому что история царей были такие. Делали неугодное. И тут появился царь, который делал угодное. И он теперь должен умереть. И язык говорит, Господь, я умру. А следующий царь, он может ходить неизвестно как. Начнет поклоняться амарейским богам, еще что-то. И тебе придется гневаться на твой народ, отдать их в плену. А я честно, искренне, от души хожу перед лицем твоим с преданным сердцем. И делаю угодно. И смотрите, что сделал с этим всем. Дальше. Исайя еще не вышел. Смотри, как коротко все это делается. Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи языки, владики народа моего. Так говорит Господь, Бог Давида, Отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слозы твои. Вот я исселю тебя. В третий день пойдешь в дом Господня. Смотрите, как он исселился. Прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от рук царя сирийского спасу тебя. И защищу город цей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исайя, возьмите пласт, смог. И взяли, предложили к Нариву, и он выздоровел. Но потом там добавилось 15 лет, движение солнца назад. Не говорите, что смог высилает. Если смог, была медицина в то время, то, наверное, языкия царь знал бы про лекарство, называемое смокфой, для таких Наривов. Смок исцелило его, это было сверхъестественное, как дерево при Моисея и соль при Елисея. У него был смокфой, пластыр, который он приложил к этому Нариву. Заметите, что... Начинаем. Жизни языки находятся в смертельном состоянии. Когда Бог говорит тебе, ты умрешь, или будет вот так. Я попробую вам объяснять, что это значит. Это означает, если все продолжится так, как сейчас, ты умрешь. Так языки уловил. Если все останется, как сейчас, ты умрешь. Многие из вас, если вы пойдете к врачу, врач скажет, судя по состоянию вашего сердца сейчас, вы знаете, есть такое понятие биологический возраст, это если вам 20 лет, короче, всем женщинам 18 лет, но есть фактическое. Это не по паспорту фактически. Фактическое, это по состоянию вашего организма. Многие из вас, вы не знаете, что есть такое. По состоянию вашего организма. Они меряют мышцы, жир, количество, и сильно меряют состояние сердца, и состояние внутренней жира, вот которые органы, вот эти, они, и количество воды еще в организме. Вот это является, оно даст фактический возраст. Потом некоторые люди, им 18 лет, а фактически обнаружат 60 лет. Состояние организма очень плохо. Очень плохо. Вот получается, что, вот как один человек, это Филипп мне рассказывал, когда я встретил одного американца в фитнес-центре, где он ходит, и он говорит, я бегаю, я так ненавижу бегать, но врач сказал, если я не буду бегать, я умру. То есть, если все продолжится так, как есть, умрет. Но если он будет бегать, не умрет. Вы меня понимаете, да? Если вам за 40, например, плохой новост у меня для вас. После 40 не надо кушать, надо было до 40 кушать все, что вам нравится. После 40 уже надо выбирать. Или кушать все приятное вам и умереть рано. Или уже отказывать себя и жить долго. Это такой выбор интересный. Не, вы можете себя не отказывать, но тогда израсходите калорий много. Но судья, потому что вы живете в городе, вы на огороде не работаете, за козочками не бегаете, вряд ли у вас израсходится калория. Придется отказывать себя. И что интересно, если вы будете мало кушать, и вам за 40, не переживайте, вы будете очень хорошо выглядеть. Не надо все кушать подряд. Ой, эти кислые лица, на меня так посмотреть, так кисло. Но я вам говорю правду от любви к вам. вот. Эти все колбасы, вот эти жирные грузинской еды, я ничего не имею против грузинской еды, эти все хачапури, по-хаджарски, очень вкусные, но вы уже не имеете права их кушать каждый день. Даже раз в месяц вам это уже плохо. берите себе в руки. Вам, знаете, как маленький кусок еды, вам вот так. Другое дело, ваш язык хочет больше, да, и так дальше. На самом деле вам много ничего не надо так. Ну ладно, хорошо, мы это вылечили. Вот поэтому заметите, что жизнь и язык находятся в опасности. если все останется как есть. Язык я уловил ситуацию, повернулся к Богу и начал, как написано, припомни мне, говори ты, чтобы оправдаться. То есть Бог говорит язык я, говори ты, и ты будешь исцелен, будешь молчать, умрешь. Будешь просто плакать. Он не просто плакал, он плакал, но он говорил. Когда он закончил, он говорит Господь вспомни. И он начал перечислять все, что он делал. Если бы у него были какие-то греховные поступки, это в этот момент он мог бы сказать Господь я ходил с чистым реком, с чистым сердцем. кроме в этом вопросе. Но в этом вопросе прости меня, пожалуйста. Главное бы прости по жизни. И когда он это сделал, как мы должны делать, искренне, выражалось искренне с его слезами. Вот, он прошелся с Богом по жизни, он говорил, и когда он говорил, Бог его исцелил. Бог его восстановил. Бог добавил 15 лет. Кому-то Бог хочет добавить 15 тысяч, кому-то 15 миллионов, не лет. Кому-то 20 тысяч, кому-то что-то еще, но все зависит от того, как вы пройдете с Богом шаг за шагом пройтись. Вот, поэтому как только ты прошелся с Богом, решил вопрос, поговорил с Богом, надо плакать, поплачь, зачем, чтобы отметить момент, поплакал, решили, но как умеет душа твоя воспринимать, что произошло, пройдись и после этого приди к Богу, поговори и забудь. Тебе напомнят Исаия когда-то. Бог найдет Исаия, который придет и скажет, Бог говорит тебе, что вот это, вот это, вот это, и скажет, ой, да, это же я тогда решал вопрос. Говори ты, припомни мне, говори ты, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Если нету, чем оправдаться, покайся перед Богом. И тоже это Бог услышит, тот факт, что ты пришел, обговорить искренне, честно, для него это важно. продолжаем. Иногда горькие воды в вашей жизни рождаются из состояния вашего сердца. Иногда состояние сердца человека рождает горькие воды. Да, бывают горькие воды от папы, от мамы, бабушки, дедушка, в школе, зауч, директора школы, там, учителя математики, для многих женщин много горькие воды от учителя математики пришли. Но он невиновен, он должен был просто учить. Горькие воды от були, я слышал сегодня, что парень, который угрожает других школьников в школе, называется були, это так? Или нет такого? Как его назвать? Бу? Були. Хорошо. Ну, в английском есть такое слово були, это человек. Этот були, если это иностранные слова, если это украинское, славянское слово, значит, это другое. А если взято откуда-то, то в английском это человек, который пугает других, или как-то вот, поэтому були. ага, одно украинское слово я знаю четко, були. Но некоторые люди, они являются источником горькой воды в их жизни и в жизни тех, которые с ними связаны. они родили горькая вода из-за состояния их внутренности. И они запускают новую реку горьких вод, которые сначала испортят их, испортят там дети, там внуков и тому подобное. Детей и внуков, или сотрудников, или знакомых. Бывает, когда люди работают в компании, не знают, что компания развалится из-за директора, который привлек в компанию горькие воды. Они честно, искренне, с надеждой, с верою, не понимают, что на провал все идет. Поэтому иногда горькую воду человек сам рождает, исходя из состояния его сердца. Смотрите, как говорится книга евреям, постановка евреям, это в Новом Завете, 12 глава, с 12 стиха, прочту по 17 сразу. И потом заметите, где горькие, его горькости, где будет слово горькости, вы увидите. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Это молитва. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлюющие не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда. Вот оно вам горечь. И чтобы им не осквернили, слово осквернять, а значит загрязнять, то есть горькое и испорченное. Многие. Чтобы не испортились, не осквернились многие. Почитаем до по какому там по семнадцатому. Чтобы не было между вами какого блюдника или нечестивца, который бы как Исаф за одну снег отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он желая наследовать благословение был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Слезы не все решают. Решения больше решают, чем слезы. Решения больше имеют вес в Царстве Божьем. Больше слезы. Если вы человек, который умеет принимать правильные решения, вы будете сокровищем Божьем Царстве. Человек слезы, ну, это душа Царства Божьего. Ну, много не решается от этих слез. Давайте посмотрим. Тут говорится, что оказывается некоторые решения в жизни или состояние сердца человека рождают горькое что-то, горький корень. А это горький корень способно портить или осквернят, означая загрознят или испортить много. То есть получается человек, если он не следил за своим сердцем, его сердце может стать началом горьких вод в его жизни и в жизни многих других людей, которые от него зависят. следят. Поэтому состояние наших сердец нужно очень тщательно за них следить. И заметите, в примере нам дается человек по имени Исав. Однажды Исав был на работе на поле. Он первенец. Согласно Израилю правила Господа Бога он должен наследовать двойное благословение. Он должен это наследовать. Но он не наследовал. он наследовал горькую воду в жизни. А как это произошло? Выбор и решение. Исав был голодным. Притом люди бывают голоднее в разных направлениях. Люди вечно голоднее. И вот эти голод разные в вашей жизни это то на что дьявол играет. Когда вы принимаете решение. Эти голоды становятся как барабаны в вашей жизни. Я здесь. Я здесь. У кого-то голод в случае Исав это была еда. У кого-то голод внимания. У кого-то голод одиночества. У кого-то голод денег. У кого-то разные голоды. Мы будем делать виды, что вы не голодны, хотя мы знаем, что вы голодны. И получается, что когда Исав вернулся с поля и голодны, дьявол ему предлагает проси еду и откажись. Дьявол подставил и получается, что он говорит, что мне это переворотство. Это я помню одного молодого человека. Бог мне показал, он должен работать в церкви. Его таланты, способности нужны были церкви. я ему с ним говорю, у тебя такие таланты, способности и призвания на твою жизнь. Ты призван, ты можешь служить в царстве Божьем этим талантом. Он сказал, да. Через время познакомился с какой-то девушкой, которая он влюбился. Ну, ничего тут. Но девушке нужна была помощь. В чем-то для того, чтобы отдать долги папы, там что-то такое. И для этого надо, чтобы этот парень с его способностей пошел куда-то там поработал возвращать долги папы. И он отказался работать в церкви. Пошел по просьбе девушки. Он выбрал, я ему говорю, слушай, если девушка твоя, служи Богу здесь. И Бог поможет тебе девушке. Нет, я пойду, я не хочу в церкви, я пойду, я влюбился, мне нужно, как он говорит, сердце не прикажешь, поэтому вот так. и осознанно, он выбрал, как бы помочь девушке. Теми талантами, которые нужны были Богу, Царство Божие и многим людям, тысячи и миллионы, он выбор сделал неверный. И что интересно, он поработал, отдал долги, как только долги закончились, девушка сказала, до свидания, выхожу замуж за другого. Вот он ко мне приходит, не ходил в церковь три-четыре года, возвращается со слезами, пастор, как так можно? Я сказал, я тебе на работу, даже если никого не будет в офисе, не беру. И не я первый такой, кто не поменял свое мнение, Исаак тоже, и Бог тоже. Выбор. вот эти выборы, давайте я скажу вам вот что, если нету призвания Божьего на вашей жизни, вы свободны. Если вы знаете, подозреваете, что рука Божья на вас, не торопитесь с вашими талантами, умениями бежать, использовать на исполнение своих душевных плетских каких-то еще желаний, помочь людям ради того, чтобы выиграть что-то себе, когда у вас больше призвания, вы не выйдете из этого целим. Не получится. Нужно решение в сторону Бога. А эти душевные все дела, аморные дела, когда ты служишь Богу, если они нормальные чистые, Бог их тоже сохранит. Но если ты делаешь такой обмен, рождается горькая вода. Исаф плакал, Исаф просил. Каждый раз, когда я считаю бытие, мне жалко Исафа, Исафа. Он так плакал. Он старший сын. Но вот, когда я читаю как хронологию, ну Бог, что не будай этому молодому человеку. Потому что я рассуждаю как человек, который на меня влияет слозы. А на Бога нет. А сейчас, когда я смотрю, трезво, уже без самой хронологии, чтобы моя душа не была Исаак сделал обмен. В момент исполнения своего голода, одноразовое какое-то исполнение голода, что-то у него было, и он выбросил ответственность, которую Бог установил в Израиле. Он выбросил. израиле. Если много людей очень в церкви, вне церкви, большинство людей, которые Бог призвал, должны были служить в церкви и отказались. Через одное время даже в церкви не ходят. Найдут 250 причин, в чем виноват. Пастор, церковь, транспорт, расстояние, дистанция, люди. 500 причин. Но настоящая причина, не в этом, настоящая причина, они сделали неверный, грубо неверный выбор и решение против своего призвания. Когда ты делаешь выбор против своего призвания, ты теряешь право быть, потому что ради этого призвания ты родился на земле. И вот, поэтому заметьте, времени исполнения желания не откажись от долгосрочного и от вечного. Поэтому Библия говорит, следите, дьявол посеет вашу жизнь. Война со всеми людьми, похоти всякие, всякие стремления какие-то, которые испортят тебя. Вот поэтому некоторые люди рождают горькие корни в собственной жизни. Они сами родили. И вот когда мы пытаемся включаться в вашей жизни и помочь, мы не пытаемся лезть в вашу душу, мы пытаемся корни убрать, чтобы вы жили нормально. Не хотите? Храните. пострадать будет вы. Не торопись с решениями, которые говорят Богу нет, а желанием плоти души удобства да. Не торопись с такими решениями. Ты можешь оказаться в очень затруднительном положении. Вот и получается, что что же не важно откуда горькая вода. Ты сам создал или вы вдвоем создали или втроем, не важно как. И исцелается теми же путями, как мы с вами читали. Не читали, а слушали. Возникает еще один вопрос, последний вопрос в этой теме, который вы мне задаете, и я вам отвечаю. Какие же вы умные, молодцы. Пастор, что если вода не исцелилась в свое время, когда должна была исцеляться? Что делать? Да бывает такое, когда Бог включается в жизни человека, пытается исцелять воду, и человек упрямый, и вода не исцеляется. Дух Святой никогда не борется стараться исцелять твои воды лучше, чем надо. Израиль об этом не знали, они узнали, когда уже начали умереть. Я не говорю, что вы умрете, нет, я просто говорю, что он не состязается с человеком навсегда. Есть срок, в котором он работает, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, через того, нет, через того, нет, через того, нет, с того момента вопрос закрывается. Смотрите, Езекиила 47 глава, мы встречаем еще одну воду, тут мы встречаем хорошая вода, прямо от Бога. Река такая чистая, а хрустална или христална? Хрустална, христална. так, христална, где Максим, нет, да, Максим, где ты? А был здесь Максим, Максим, который телевизионный оператор? А, ты там, ты умнее всех. Максим, это христална или хрустална вода? Христалл, ты знаешь, такой христалл? Вот эта прозрачная штучка. А вода, она христална или хрустална? Все, умный человек сказал. Он хороший малочек. Хочу, чтобы он вырос, нашел хорошую девушку в нашей церкви, которая любит Бога, искренне, честно, не подигранно, не имеет так горькие воды. Он очень хороший. Не сейчас жениться Максим, сейчас вообще не пора. Вообще об этом не думаю. Мне надо быть осторожным, что я говорю. что, если вода не исселяется? Есть такие води, которые, увы, ни пастор, ни Бог, ни Дух Святой, ни лидер, никто не поможет, ни муж, ни жена, и не исселяются они. Есть такие. Обычно в основном это упрямство, которое мешает. Упрямство, вот, оно единственная причина, по которой эти воды не исселяются. Языки, пророка Языки, Езыкиль, 47 глава. Порок Языки, 47 глава, с 1 стиха, потом 8. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицем на восток, и вода текла из-под правого бока храма на южную сторону жертвенника. 8 стих, чтобы не все читать. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину, и войдет в море, и воды его сделаются здоровым. Есть такая вода от Господа Бога. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. Там было бесплодие, а здесь все живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять под лениво рыболовы от енгеды до егиял егляйма, будет закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много. Пока останавливаемся на это, на десятое. Потом я вернусь к 11-12. Заметите, я не хочу чтобы вы отвлеклись 11-12. Течет река из-под храма, это Божия река, это Божие присутствие, это прообраз церковь, это Иисус Христос, когда Он пришел в жизни человека. Это Дух Святой, это помазание Духа Святого, это проповедь Евангелия, это Дух Святой, Слово Божие учения, это все взято вместе, это целая Божия река из-под храма. И куда проповедь войдет об Иисусе, там исселение, там семьи исселяются, душа исселяется, компания исселяется, судьба исселяется. Почему? Куда войдет эта вода, все там будет живо, и воды там будут здоровыми. 80% того, что мы делаем в Церкви Победа, это мы высвобождаем воду из-под храма. С целью, чтобы твоя вода была исселена. с целью, чтобы твоя семья, твоя компания, твоя жизнь, твое здоровье, все твое было исселено. К сожалению, бывают такие камни в ваших душах, что не получается иногда за один раз. Приходится бить и бить и бить. Куда ведет туда вода, будет там много рыбы. В своем виде Бог, когда двигается, он не социалист Бог. Он никогда не проявляет силу свою, чтобы все стали похожи. Нет. Друг с этой будет двигаться одинаково здесь. Когда он закончит, мы все разные. Поэтому я всегда осторожно отношусь к любому движению, которое превращает все в одинаковый смесь. Мы разные. Красота в нашей отличии. Знаете, контролеры, есть люди такие, которые контролируют людей. Что желает контролер, чтобы все были как они, думали как они? Это анти Бога. Библия говорит, много различное премудрость Божия. И когда ты контролируешь, на что мы все похожи на тебя, а где же много различия Божия? Дух тот же, но дает разные. Вот я с Максимом разговаривал, с Максимом. Кем ты хочешь быть? Я подумал в таком возрасте. Он скажет, я хочу быть бизнесменом, ничего подумал, хочу быть атишником, ничего подобного. Он не хочет быть атишником, не хочет быть бизнесменом или президентом. Он хочет снимать на камере, производить хорошие фильмы и кино в свое время, не только в церкви, вообще. Вот он это мечтает. И когда услышал его мечту, я с удовольствием даю ему, пусть снимите все, что хочет. помогу хоть эти мечты исполняться. В Украине нам не хватает кино. А многие другие молодости, которые тут ходят с каблуками выше их роста, спрашивают, кем ты хочешь быть? Модель. Ну ладно, все модели. А кто же будет хлеб печь, а трамвай водить кто будет? Ладно, разрешаю, чтобы вы были модели днем, а вечером трамвай, или наоборот. Днем трамвай, почему бы нет? Я бы водил трамвай два часа в день, а в все самое время я пас в церкви Победа. Вот это был бы номер. ой-ой-ой. Смотрите, Дух Святой всегда рождает много различия. Всегда. Не идите против Бога, пытаясь все подстроить, чтобы стали как я есть одно слово, которое я чуть не использовал, но Бога натурально подумает, что я про нее. Ну ладно, я уже скажу, раз это. Не надо всех превратить в лялечки. Вот я, Ога Анатольевна, я не против вас, я просто использую это. Знаете, когда рождаются дети в больнице, раз, 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 они все найти свои войны, да, не так легко потом. Для Бога мы не просто лялечки, для Бога это мой возлюбленный сын, а этот, это мой возлюбленный, а сколько у тебя возлюбленный? Все возлюбленные. Те из вас, которые в 90-е ходили в спец вузы, спец папа, спец семья, спец квартира, спец заказ за рубежа, вы любите быть важнее других, а в царство Божье нет. Все важнее, одинаково важнее, призвания разные, но важность одинаковая. Петр проходил по улице, и люди приводили в тень Петра, и на кого попадал тень Петра, он исцелался. Что это было? Вода из-под храма через Петра. Это помазание Духа Святого через Петра. помазание Духа Святого это вода из-под храма тоже. Позволите мне сказать вам, что помазание Бога это сила Божия, которую Он использует решать вопросов на земле. не дается любому. Ой, пастор Генри, дари от Бога неприлежнее, поэтому помазание это просто от Бога, а вы не... Стоп! Что-то вы перепутываете слова. Что там написано, что неприлежнее, дари или помазание? Дари! Помазание нет! Помазание нет! Помазание уходит! Дари остаются, а помазания нет! И поэтому не слушают вот это ограниченное мышление, что помазание не значит, что с ним человеком Бог. Библия говорит, ибо никто не может творить такие дела, кроме если Бог, если с ним не будет Бог. Помазание не дар! вы понимаете? Помазывает Бог. Дар не помазание. Слово знания дар! Много даров, но помазание это не дар! Это божественная энергия в жизни человека, который уходит, если человек не ходит с Богом как надо. Уходит. А дари не уходят. Поэтому никогда не перечисляйте помазание к дарам. сказать дар не приложит, поэтому помазание помазание нет. Помазание уходит. Спросите любого человека, который пережил настоящее, я его называю вот этот генерал помазание, он вам скажет, дается большой ценою. как только ты перестаешь платить цену помазанных ушел. А дари да, таланти да, а помазания нет. Поэтому заметьте проповеди Евангелия. Когда Иисус пришел на землю, он умер на Голгофе, пролил кровь свою, это была река из-под храма, из престола Божьего на выздоровление земли, души человеческих и все наши судьбы. Заметите, проповеди Евангелия в церкви, проповедь пастора, евангелизация на стадионах, это все вода из-под храма с целью исцелять судьбы людей. Учение пастора Генри, обличение пастора Генри, подсказки пастора Генри, корректировка пастора Генри, это все та вода из-под храма, которая должна помочь тебе. Смотрите, сколько людей в церкви и в разных церквях победы по всему миру, которые были в горькой воде, Бог исцелил, сейчас они полноценные люди, вода из-под храма к ним попала, они приняли и выздоровели. Некоторые умирали, некоторые болели до смерти, некоторые были заражены всякими вещами, и сейчас они полноценные люди. значит, вода, которая из-под храма, познается по плодам, по количеству рыб, по выздоровлению вод людей, и также по количеству разновидности. Это признак, что вода течет. Пастор Генри, я очень помазан. Хорошо, дай мне посмотреть, через тебя води других людей вылечиваются. Вот да, я вижу вот там, вот там, вот там. Нету плода, прошу прощения. я не обязан признать. Не обязан. Если везде, где вы есть там скандали, крики постоянно, у вас не та вода, вам придется к Богу в посте, в молитве со слезами прочистить свою воду, потому что ваша вода загрозняет чужие воды. Все, кто с вами соприкасается, загрозняется вашей водой, и они начали страдать, они не при чем были. Это из-за вашей грязной, горькой воды. Я еще не ответил на вопрос, а что же делается, если не селается вода? Когда человек слушает проповедь, не меняется. Помазанный Дух Святой не меняется. Присутствие Божьей прикасается его, не меняется. В Бог, когда обличаете ваш прямо плачет, все равно не меняется. Бог обращается к нему через сон напрямую, через Библию, через пастор, через того, не меняется. Что тогда бывает с таким человеком? Теперь читаем 11-12. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. у потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, где оставляющие пищу, листья, это процветание, пробуждение, это вообще успехи в работе, в бизнесе, в служении, в семье, везде. Человек просто сияет. Проблемы приходят к нему столько же, как всем. Но разница, он живой, встречает их, как живая иммунная система. Она встречает микробы и уничтожает. А если нет иммунной системы, то микробы уничтожает тебя. Всякие деревья, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, и плоди на них не будут истошаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоди их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Оказывается, есть люди, чьи воду не селятся. Это я знал теоретически давно, но в прошлом году, или, да, в прошлом, Бог мне начал показывать, что, Генри, не всех людей ты сможешь поменять, не всех. Бог мне дал четкие инструкции, включайся, включайся, максимум три раза, человек не меняется, отойди. потому что не всех води должны исцеляться. Не все. Некоторые воды превратятся в лужи и в болото. Какая разница между вода и болото? Болото очень густое, салоны загрязненные, там жабы, вот эти змеи там ходят. Все, что не любит свежую, движущаяся вода, прячется в болоте. Вы когда-нибудь в жизни встречали болотного человека? Я да. Для меня, когда я встречаю болотного человека, я иногда думаю, что я не чувствительный человек. Я так иногда думаю. Оказывается, я привык в чем, в какой-то атмосфере жить. Когда встречаюсь с болотным человеком, я чувствую прямо как будто такой наплыв негатива. и начинаю думать, надо как можно быстрее закончить разговор и уйти. болотные люди не исцелаются. Они слушают проповедь, не меняются. Слушают учения, не меняются. Ходят в церковь, не меняются. Принимают участие активное, не меняются. Притом определенное время. И когда человек не меняется долго, он превращается в болото. Все сплетни церкви к нему попадут. Все кто, кто, что сделал, он собирает. Все бесовские движения в церкви вокруг него. Все недовольные в церкви вокруг него собираются. Они становятся лидерами альтернативной власти к Божии, которые в церкви. Они даже могут не осознать, что они являются таковыми, но из-за болотной воды. Все воды были горкие, испорченные, но другие селились, поэтому они пришли в церковь, а эти пришли, но не селились и стали болотами. Их оставляют. Они становятся загрязненными. Никто уже не будет купаться в такой воде, и здоровая рыба не растет там. В жизни это много демонического влияния, разрушения, загрязненность, путаница. И что интересно, сама вода от этого ей не хорошо. Человек, который стал болотом, ему тоже не хорошо, ему плохо, ему лично плохо тоже. Но он должен отстаивать свое лицо, хотя ему плохо. И плохо не только ему, но и те люди, которые он охватил, они должны дышать теми запахами болотных. Они должны в этом жить, менять свою норму, чтобы болотная жизнь стала нормой. Это нужно ломаться, переделаться и уже брать не тот образ Божий, который был, а другой образ. Опасно ходить в церковь и не меняться. Ты можешь стать болотом. если Бог меня предупреждает о чем-то, например, а я считаю, что Он неправ. А вы представляете, такое бывает, что Бог что-то говорит, а я думаю, но Бог, ты же неправ. А как это? Это раньше смелостью Бог со мной так делал, потому что я был новооброшенным и молодым. сейчас Бог так не делает, но я тоже поумнел. Если Бог меня в чем-то упрекает, я не задаю вопросы. Я даже не трачу мое время. Нет, я не трачу Божье время. Прости, Господь, поменяюсь. Иногда Бог меня упрекает в том, как я с кем-то разговаривал, что я жестко. Вы представляете, что меня Бог может показать, что я жесткий. Что я жестко разговаривал. Я не жесткий по принципу. Но бывает с некоторыми людьми я жесткий. Потому что другой язык они не понимают. Они глухие. бедные бог Будь более тонко. Если Бог к тебе приходит говорить о чем-то, раз, это говорит о том, что уже кто-то об этом с тобой говорил до этого. Поскольку ты важный дитя Божия, он обязательно имеет очную ставку с тобою, помимо того, что он передал через пастора, через того. Если ты снова будешь генерировать, ты становишься болотом. Я видел очень много людей в церкви Победа, которые служили, они были носителями свежей воды. Прямо когда видишь этого человека, или он выходит на сцену, или что-то, я жду свежая вода. Когда он в своем деле, в служении, в том что делать, прямо свежая вода. И потом видишь, как постепенно что-то повернулось не так. И, как правило, у меня в сердце такой зажим какой-то приходит. Я начинаю думать, наверное, и подхожу к человеку, как всегда. Скажи мне, все хорошо? Пастор, вы что? Ухожу. А как это так? Скажи мне, пожалуйста, все окей? Что-то у меня в сердце. Все хорошо. Если я к вам подошел, спрашиваю, все хорошо? Не говорите мне, все хорошо, если не хорошо. Бывает, что нехорошо, вы не в курсе. И я не в курсе. Я только знаю внутри. Моя задача в этом случае, за вас молиться, и вам сообщить, что будь осторожна. Потому что как будто где-то на периферии, горизонте, что-то там рисуется. Но если вам нехорошо, что нехорошо, и я спрашиваю, никогда не притворяйтесь, что все хорошо, когда все нехорошо. Потому что все, кто стали болотами, они точно так же все клялись, что все хорошо, когда все плохо. Давайте встанем. Аллилуйя! Знаете, что меня радует? Есть вода из-под храма, из Божьего престола. Я хочу поверить, что в церкви победы не будет болотов. Особенность была бы начала церкви, я бы так поверил. Но я уже столько лет пастор, что я уже видел столько людей, которые стали болотами, что я уже знаю, что в любом случае кто-то станет болотом. Притом не кто-то, а я иногда вижу. Но хочется, чтобы большая часть исселились и не превратились в болото. Подними свой голос, молись и в духе. Аллилуйя! Аллилуйя! Маша Камамамадурия! Маша Камамамадурия! Иногда все, что разделает тебя от твоего призвания, успеха, уровня, это твоя загрязненная вода. Это испорченная вода, горкая вода. Как только ты прочистишь, удивительно, с какой скоростью ты пойдешь. Просто удивительно, с такой скоростью. Ты так поднимешься, ты так достигнешь, ты так прорвешься. Бог, сегодня мы просим тебя исцели нашу воду. Сделай нашу воду здоровой, сладкой во имя Иисуса. Подними свой голос, проси у Него, проси у Него, проси у Него, проси у Него, Господь, исцели мою воду, исцели мою воду. Я не хочу быть болотом, я не хочу быть болотом, я хочу развиваться, хочу, чтобы у меня была жизнь разновидная, полнота жизни, радость во имя Иисуса. Хора Маша Камандурья, Маша Камама Мандурья, Хора Маша Камама Мандурья, Хора Маша Камама Мандурья, Масо Камама Модурья, Хора Маша Камама Мандурья. Некоторые из вас, вам нужно пройтись снова по жизни, пройтись на всех остановках, не пропусти эти остановки. Там, где был душевный удар, там, где была духовная атака, там, где было какое-то душевное сотрясение, там, куда входил твою жизнь. Горькая вода, загрызненная вода, пройтись на остановках, на станциях, останавливайся и назови Богу все, как было. Кондария Масо Камама Мандурья, Гора Маша Камама Мандурья, особенно найди в твоей жизни, если в каком-то направлении, где ты упрямый, ты можешь быть уверен, там, где ты упрямый, там горькая вода 100%, там уже лужа, там болото, везде, где твое упрямство, там болото давно. Начинай с этой точки. Кондария Маша Камама Мандурья, Гора Маша Камама Мандурья, и помни, что здесь твоя правота не играет роль, твоя правота не играет роль, лужа-то есть, болото-то есть, потому что кто-то принял решение против Бога, ради своей души, ради своего хочу чего-то, восстановись на этой остановке, просил Бога прощения. Кора Маша Камама Мандурья, Кора Маша Камама Мандурья, Боже, сегодня мы просим, исцели нашу воду, исцели нашу воду. Кондария Маша Камама Мандурья, Кондария Маша Камама Мандурья, некоторые из вас Бог вам показывал, когда грязная вода начала входить, когда горькая вода начала входить, и ты все равно продолжал, просил Бога прощения за это, просил Бога прощения за это, во имя Иисуса. Некоторым из вас Бог дал дерево уже, Бог дал смоквы, которые ты должен был применять, но ты выбрался у смоквы, ты выбросил дерево, теперь ты не знаешь, что делать, просил Бога прощения. Господь, я прошу, восстанови мое дерево, смоквы мои, соли Божьи, восстанови мою жизнь, во имя Иисуса. Некоторые из вас, вы себя не помните, кроме как загрязненной води. Оно прямо с деревства в вашей жизни. Те, кого вы обвиняете, они ни при чем. Эта проблема издавна. Поэтому помолись Богу. Господь, я прошу Тебя, исцели мою жизнь, исцели мое детство, исцели мое ущемленности, мое внутреннее неуверенности. Все люди думают, что я уверен, я уверенная, а на самом деле я испуганная девушка, испуганный мальчик, хрупкая внутри. Боже, я прошу Тебя, во имя Иисуса. Дух Святой, Ты живая вода из-под храма. Дух Святой, Ты живая вода из-под храма. Сегодня я приглашаю Тебя, Дух Божий, войди в нашу жизнь, войди в семьи, войди в служение, войди в компанию, войди, Боже, исцелая нашу воду во имя Иисуса. Боже, онлайн, войди, Дух Святой, Твоей рекою из неба, из святилища, исцелая каждого, исцелая каждого, исцелая каждого. Мы отрекаемся от своего упрямства. Мы его оставляем. Уходим, Боже, от горькой корни. Мы отказываемся. Мы будем в мире со всеми людьми. Но мы не хотим горький корень, который производит горечь нашей води и силы наше сердце. Скажи, Господь, я принимаю Твою воду. Я принимаю воду из святилища. Я принимаю воду из-под храма. Я принимаю воду из неба, из Божьего престола, исцеляющей меня, выздоравливающей меня, освобождающей меня, восстанавливающей меня, делающей меня плодоносным. Я принимаю, Господь. Кора, Маша, Кандария, Масокопотория. Кора, Маша, Камандария. Кендерио, Масокопотория. Кендерио, Масокопотория. Боже, проникай в разные ситуации. Отец, и силы и воды, загрязнение, запачкание, горькие виды мыслей, демонических влияния, взгляды. Во имя Иисуса. Эмоции, которые похвачены горькой водой, освободи полностью. Вот эта импульсивность, которая слепая, бросается в руки дьявола, не думая. Боже, исцеливо, имя Иисуса. Кора, Масокопотория. Кора, Масокопотория. Самолубие, самоважность, высокомерие, которые заставляют людей защищать дьявольские стандарты. Боже, убери из нашей жизни. Во имя Иисуса. Кора, Масокопотория. Масокопотория. Кендерио, Масокопотория. Боже, мы соглашаемся смиряться перед Тобою. Мы соглашаемся соглашаться с Твоей точкой зрения. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Божьи корни горькие. Во имя Иисуса. Всякий горький корень полностью выливаю. Полностью выливаю. Полностью выливаю. Во имя Иисуса. Отец, мы говорим, чтобы не было больше осквернение других людей. Запачкание других людей. И за этот горький корень. Поэтому полно сувыреваю. Полно сувыреваю. Полно сувыреваю. Во имя Иисуса. Боже, мы благодарим Тебя. Мы славим Твое имя. Прости нас там, где мы выбрали использовать наши таланты не ради Твоего Царства. Ты имел план для нас, а мы выбросили. И за сиюминутную какое-то наше удовольствие душевное хочу или оправдаться перед кем-то. Прости нас, Господь. Сегодня мы говорим «Да» Твоей воле во все сто. Сто процентов. Во имя Иисуса. Мы соглашаемся, Господь. Везде, где Ты нам будет подсказывать, мы скажем «Да». Мы изменимся. Мы согласимся. Во имя Иисуса. Возложи руку на себя и скажи «Я сегодня во имя Иисуса принимаю воду из святилища, из Божьего престола, из-под храма. Скажи «Я принимаю исцеление во все направления моей жизни, выздоровление, скажи «С этого дня я буду плодоносным с большими масштабами во имя Иисуса. Скажи «Моя вода исцелена». Скажи «Моя жизнь исцелена». Скажи «Мои взгляды и мысли исцелены». Скажи «Я теперь человек больших плодов, больших результатов, бауших действия во имя Иисуса». Скажи «Я обещаю тебе, Господь, да тебе славу во все». Во имя Иисуса, я молюсь. Аминь. 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 Аминь.